Здравствуйте, дорогие друзья! Человечеству с незапамятных времен известна болезнь дифтерия. Страшная, опасная болезнь, но особенно запомнился человечеству или запоминается человечеству эпизоды затрудненного дыхания при дифтерии, которые получили название дифтерийного крупа. Ну, благодаря вакцинации дифтерии, дифтерийный круп – огромная редкость, но диагноз крупа ставится в больницах очень часто. Почему это происходит? Давайте попробуем разобраться. Ну, а кроме этого, вы узнаете. Кефала гематома – это кровоизлияние под надкосницу. Когда ребенок проходит через родовые пути мамы, если это происходит либо очень медленно, либо слишком стремительно, может произойти такое кровоизлияние. В рюкзаке кенгурушки ребенок будет сидеть, ножки не будут раздвинуты. Соответственно, вся нагрузка здесь идет на промежность нашей Луси, что они есть как бы верно. Достаю капусту из сотейника. Посмотрите, куркума дала какой цвет. Приятного аппетита! Итак, дорогие друзья, ложный круп. Вообще это огромная проблема для большого количества семей. Те, кто с этим не столкнулись, даже не представляют, какая это гадость, как она часто бывает. Но тем не менее, что же такое вообще слово «круп»? «Круп» — это воспаление гортани, которое, а, приводит к сужению гортани, и второе, возникает при инфекционных заболеваниях. То есть есть инфекционные болезни разные, и вирусные, и бактериальные, при которых вирус... Ну вот представьте себе, допустим, грипп, да? Мы знаем, что грипп может вызывать насморк. Это говорит о том, что вирус гриппа где размножается? В носу, да? При гриппе может быть бронхит. Это говорит о чем? О том, что вирус где размножается? В бронхах, да? А если вирус гриппа будет размножаться в гортани, то это будет называться словом «лярингит». Но воспаление гортани может приводить к тому, что просвет гортани сузится, понятно? И возникнет затрудненное дыхание. С незапамятных времен главной причиной крупа была болезнь, которая как называется? Дифтерия. Вот дифтерия была главная болезнь, при которой дети заболевали крупом и, как правило, умирали, потому что пленки дифтерийные закупоривали просвет гортани, и ребенок задыхался. И ничего с этим сделать было практически нельзя. После того, как пришла ненавидимая многими вакцинация, как-то человечество стало о дифтерии постепенно забывать, и дифтерийный круп ушел в прошлое. Тем не менее, на смену крупу дифтерийному пришел такой круп? Вирусный. То есть тот самый круп, который возникает у огромного количества детей при обычных вирусных инфекциях. То есть один и тот же вирус. У одного ребенка вызывает насморк, у другого ребенка вызывает круп. Почему у одних детей он бывает, у других не бывает? Потому что для того, чтобы он возник, вам должно от рождения просто не повезти. Вот это такая особенность строения гортани. Вот там избыток, например, жировой ткани, там чаще возникает воспаление, чаще возникает отек. Поэтому у одних детей это огромная проблема. По пять, по семь, по десять раз каждые сопли сопровождаются крупом. Другие дети вообще понятия не имеют, что это такое. То есть, если ребенок с вирусной инфекцией у одного сопли контактирует с другим ребенком, то это совсем не обязательно, что у того тоже будут сопли. У того может, например, быть круп или бронхит. Это понятно. Молодцы. Теперь самое главное. Круп явление исключительно опасное. Исключительно. Прежде всего потому, что возможен отек гортани или горлышко суживается, а в легких вырабатывается большое количество густой слизи, да, и эта слизь перекрывает простег гортани, и ребенок может задохнуться. Что очень важно понимать. Чем хуже у ребенка настроение, чем больше его все вокруг достают, чем больше он боится, тем опаснее круп, потому что возникает в дополнение к отеку еще и спазм гортани, и ребенок реально задыхается. Поэтому, конечно, во всем мире стремятся к тому, чтобы детей таких как можно реже госпитализировать, как можно реже делать им уколы, как можно реже ставить капельницы. То есть рассмотреть вопрос о том, что такого ребенка можно уложить в больницу без мамы, в любом возрасте вообще никому в голову прийти не может. Это понятно. Молодцы. Тем не менее, что мы четко должны понимать? Что показания к госпитализации определяются не возрастом ребенка, нет. Они, конечно же, зависят от тяжести состояния. Понятно, что если есть одышка, одышка в покое. Понятно? Одышка в покое. То по-любому надо в больницу. Это 100%. Но очень важно следующее. Как правило, приехала скорая помощь, да? Я вам честно скажу, что врач руководствуется не столько тяжестью состояния. Главный симптом для врача – это условия, в которых находится ребенок. Если врач скорой помощи заходит в дом, где находится ребенок с крупом, и видит два ковра, три обогревателя и две бабушки, госпитализировать надо в 100% случаев. Ибо шансов вылечиться дома никаких. Просто никаких. Теперь главное. Симптомы. Три главных симптома, на которые мы обращаем внимание. Которые позволят вам заподозрить диагноз. Симптом первый – затрудненное дыхание. При этом затруднен вдох. Вдох. Тяжело вдохнуть. Симптом второй – лающий кашель. Видите, вот такой гавкающий, грубый кашель. И третий симптом – изменение голоса, осиплость голоса. Смотрите, у взрослых гортань в три раза шире. Понимаете? То есть та болезнь, которая у взрослых проявляется просто осиплостью голоса, у ребенка может проявиться крупом. Понятно? Что еще очень важно? Как правило, ребенку становится хуже в ночное время. Поэтому, если вечером плохо, ночью станет очень плохо. Я на это обращаю внимание. То есть умножайте симптомы на два. Об этом надо думать, когда мы принимаем решение в больницу или дома. Ну или врачи принимают решение. Еще какие моменты очень важные. Это пьет ребенок жидкость или не пьет. Дефицит жидкости приводит к тому, что мокрота становится какой? Густой. Густая мокрота практически не проходит через суженую гортань. И поэтому состояние резко ухудшается. Дальше. Что надо сделать, чтобы мокрота быстро засохла? Надо иметь высокую температуру и сухой и теплый воздух в комнате. Поэтому фактически есть три момента, которые определяют, что будет дальше. А. Воздух в комнате. Пьет ребенок или нет. И есть высокая температура или нет. Если плохо пьет, температура высокая в доме жара, никакого дома срочно в стационар. Это понятно? Молодцы. Соответственно, решение будет приниматься в зависимости от того, а. Имеете ли вы опыт? И я вам честно скажу, что если при первом группе госпитализируется чуть ли не 90% детей, то при втором 30-40%, не больше. Потому что родители уже, как правило, знают, что делать. И первый групп в жизни обычно самый тяжелый. Потому что не знают, что делать. А главное, что делать? Первое. Не дразнить ребенка. То есть не обижать, не делать больно, не орать, не пугать. Вот это самое главное, не пугать. Держать себя в руках. Неадекватное поведение взрослых показания госпитализации. Это я хочу, чтобы вы запомнили. Это первое. Второе. Поить, поить и еще раз поить. Третье. Любой ценой обеспечить необходимые параметры воздуха в помещении. Проветрить, закрыть батарею, включить увлажнитель. Это понятно? Молодцы. Если жара, не получается сделать нормальную влажность, зашли в ванную комнату, открутили, просто струей льется в ванную комнату холодная вода, и сидим не в ванне, просто сидим в ванной комнате, читаем сказки. Вода льется, дышим прохладным влажным воздухом. Как правило, в ванной комнате не так жарко, как в других. Это тоже запомнили. Молодцы. Теперь все-таки о том, что вас может ожидать в больницах, как это лечат в нашей стране, как это лечат во всем мире. Я просто фиксирую внимание. К сожалению, к огромному сожалению, практика лечения крупа в нашей стране очень далека от международных стандартов. Используется огромное количество совершенно ненужных лекарств. Используются отхаркивающие средства. Используются всякие спазмолитики. Используются, как это ни удивительно, антибиотики, которые не имеют к лечению вирусной инфекции никакого отношения. Практически во всем цивилизованном мире на сегодня применяются два препарата при большинстве способов крупа. Это противовоспалительные гормоны, которые, кстати, практически не колятся, которые либо ингалируются, либо используются в виде свечей, либо используются в виде капель в рот. Это первое. Они очень быстро всасываются. И второе. Ингаляции особого варианта концентрированного адреналина, которые уменьшают отек в гортане и приводят к выраженному улучшению состояния буквально за минуты. И обычно мировая практика такая скорая помощь, прилетели домой, схватили дитя, приволокли в стационар, если ему плохо. В стационаре накапали в рот или сделали ингаляцию с гормоном, сделали ингаляцию с адреналином, проинструктировали маму марш домой, поить температура и так далее. Если что, позвонить по вот этому телефону, понятно, и отправили домой. Почему? Потому что когда круп, когда тяжело дышать, когда вирусная инфекция, любая больница, это дополнительный стресс, это госпитальная флора, это увеличение вероятности осложнений, поэтому надо создать нормальные условия дома и лечиться где? Дома. Это главное правило. Сделали выводы? Молодцы. Ваши вопросы. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, до какого возраста существует опасность такого заболевания, как круп? Вы знаете, я как человек, который в свое время имел возможность заведовать отделением, где лечились крупы, в 14 лет видел. То есть, в принципе, чем человек старше, тем вероятность меньше. Самый распространенный возраст от 6 месяцев до 2 лет. Вот. Чем дальше, тем уже менее вероятно. Да, еще вопросы? Здравствуйте. Доктор, подскажите, пожалуйста, вот у нас уже за последние полтора года 9 раз был. Вообще, есть ли вероятность, что это перерастет в астму? Это обязательно. Нет. Вот к астме это не имеет никакого отношения. Я хочу, чтобы вы правильно поняли. Это принципиально разные вообще болезни. Вообще разные. То есть, вот как раз у тех детей, у которых круп, если и возникает, и перерастает в астму, то причина, как правило, в том, что вы используете огромное количество лекарств. Или начинаете бояться любого чиха, и ребенок в тепле, в сухости, в куче лекарств, в куче антибиотиков и так далее. Вы должны четко понимать. Раз у вас ребенок к этому склонен, вот вам так не повезло. Это такая генетика. Таким он уродился. Но чем ребенок старше, тем вероятность тяжелого крупа меньше. Но любой чих, любые сопли, повод тепло одеть, снизить температуру, прекратить кормить. Понятно, да? Литрами поить, обеспечить промывание носа, сбивать температуру вовремя, не допускать высокой. Но если он спит в теплой пижамке, в чистой, прохладной, влажной комнате и много пьет, плюс у вас есть в свечах или в каплях гормональные препараты дома, то у вас огромные шансы, практически 99%, обойтись без госпитализации. Вот и все. Но у нас вот был увлажнитель включен, вот у нас был один раз приступ, и через день он повторился еще раз. Как это можно вообще объяснить? Почему через день повторилось? Нет, на самом деле объяснить, вы же понимаете, медицина вторая по точности наука после богословия. Я вам могу объяснить все, что угодно. Вы побегали, пропотели, у вас в легких образовался комочек слизи, а потом, когда ребенок эхал, вот этот комочек слизи застрял в области голосовых связок, и вам стало плохо. Но вам почему стало плохо? Потому что этот комочек возник. А почему он возник? Потому что когда вы говорите «я включила увлажнитель», это вы бабушке будете рассказывать. Мне вы должны сказать другое. У меня в спальне было 16 градусов и влажность 60%. Понимаете? Если у вас там 16-18 и влажность 60, у вас комочек слизи не возникнет никогда. Но вы ищите от меня рецепта золотой таблетки. А вам нужно брать за горло папу. Папу. Я говорю, дорогой, ты нашел в себе силы сделать ребенка? Найди в себе силы перевести в порядок обогреватели. Поставь краник на батарею. Купи больший по мощности, по эффективности увлажнитель воздуха. Понятно? Хватит. Оторвали попу от дивана. Видишь, у нас голос сиплый. Бери его и иди гуляй, дорогой мой. И нечего вам тут сидеть перед телевизором. Вот это ваша задача. Поэтому сейчас, пока вы думаете о лекарствах, папа думает над модификацией образа жизни и созданием адекватной детской спальни. Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, у нас сегодня замечательная встреча. Встреча с детским нейрохирургом. Здравствуйте, Надежда Александровна. Для начала я хотел бы напомнить о том, что совсем недавно у нас возникла тема. Мы пытались с нею разобраться. Давайте вместе посмотрим. С самого рождения сынок излюбовал правую сторону. Наверное, вы наблюдали, у многих деток такое бывает. И все время спал на правой стороне. Хотя мы его и поворачивали, и на животик выкладывали. И где-то в месяца три доктор сказал, что, скорее всего, вам придется поносить пару месяцев вот такой вот шлемик. Мы спросили, а что же это такое? Вот. И доктор нам объяснил, что у деток голова еще мягкая, косточки еще не очень твердые. И желательно, чтобы головка выровнялась, а поносить вот такой шлемик два месяца. Вот, собственно говоря, когда вот эта ситуация возникла, выяснилось, что все, кто был в зале, видели это первый раз. Я, честно скажу, с таким шлемом тоже не сталкивался, но мы пообещали разобраться. Поэтому, Надежда Александровна, что это было? Это так называемый ортопедический шлем для коррекции неправильной формы головы. Что значит неправильной? Голова ребенка еще может формироваться минимум до одного года. Иногда даже и до двух лет форма ее может изменяться. Для таких случаев, когда имеется неровная форма головы, например, назовем ее плагиоцефалия, уплощение затылка с одной стороны, либо же с двух сторон брахицефалия, используют вот такую методику. Эта методика относительно новая. На Западе она появилась уже в 1986 году, но к нам она еще пока не пришла. Ею занимаются на территории постсоветского пространства в Институте нейрохирургии Бурденко, это в городе Москва. У нас, к сожалению, пока в Украине такого нет. Эта методика позволяет исправить форму головы, если, конечно же, это не такие формы, которые требуют нейрохирургического лечения. А дорогое это удовольствие вообще? Почему у нас этого нет? Это так безумно сложно, так дорого, или просто потому, что нет информации? Вы знаете, различная литература, она дает противоречивые отзывы. В некоторых источниках говорят, что стоимость лечения такова, что она несоизмерима с эффективностью. В 2014 году Голландский Институт инноваций и правительственных исследований провел контролированное и рандомизированное исследование, в котором участвовали около 200 детей. Их разделили на две группы. Одни из них носили шлем, другие не носили. К концу исследования показали, что достоверных различий в выздоровлении нет. Многие родители даже, к сожалению, отказались участвовать в исследовании до конца, потому что возникли определенные трудности со шлемами. Таким образом, довольно-таки именитые источники говорят о том, что существенной разницы используется шлем или нет, они говорят, что нет. Замечательно. То есть, ребята, я предлагаю в теме шлемов на этом поставить точку. Потому что все для себя выводы сделали, кто-то считает, что помогает. То есть, понятно, что люди, которых мы видели, они не из своего кармана заплатили за этот шлем. Есть страховая компания, которая это оплачивает. Если страховка это покрывает, почему нет? Почему не попробовать? Это увеличивает ваши шансы. Нет, я просто как бы честно вам скажу, что я редко вижу детей вот с идеальной формой головы. Но практически все то, что очень не нравится, даже оно выравнивается к возрасту одного года. Ну, у абсолютного большинства детей без всяких шлемов. Совершенно верно. У 80% детей, если даже совершенно ничего не делать, через 6 месяцев наступает явно клиническое улучшение. Тем не менее, я все-таки хотел бы вот сейчас, может быть, забыть про эти шлемы, потому что вопросы про шлемы у нас возникают редко. Вопросов у нас к вам очень много. И один из самых актуальных вопросов к нейрохирургу это вопрос про кефалогематомы. Вот что это такое? Ну, многие с этим сталкивались непосредственно после родов. Что с этим делать? Какова общепринятая цивилизованная тактика? Кефалогематома это кровоизлияние под надкосницу. Когда ребенок проходит через родовые пути мамы, если это происходит либо очень медленно, либо слишком стремительно, может произойти такое кровоизлияние. Самый главный момент, что это находится снаружи черепа. Не в полости черепа, а снаружи. Над костью, но под надкосницей. Кость покрыта очень такой мягкой, рыхлой тканью, которая называется надкосница. Она очень богато кровоснабжается. И она дает вот такое кровоизлияние. Сначала за ребенком наблюдают. Вот вы, наверное, все знаете, что когда вот только что сию секунду порезался, кровь, она сворачивается и превращается в сгусток. Именно поэтому в первые несколько дней даже ничего не нужно пытаться делать, пунктировать ее, пытаться удалить, потому что сгустки не могут пройти через диаметр иглы. Вот. Если же эта кефалогематома, эта припухлость сохраняется в течение 10, 12, 14 дней, вот тогда лучше показаться нейрохирургу. Если нейрохирург посмотрит и увидит, что она достаточно большая и сочтет, что вряд ли она уже сама рассосется, тогда лучше, конечно, ее убрать. Это несложная процедура. Она проводится в нейрохирургическом отделении, занимает всего несколько минут. Если же вдруг родители сомневаются, ну, по каким-то причинам им просто вот не хочется проводить эту процедуру, можно подождать еще неделю. В 80% случаев кефалогематомы самостоятельно рассасываются в сроки от 2 до 4 недель. Но к нейрохирургу необходимо показаться, так как кефалогематомы в редких случаях, но такое бывает, обызвестляются. То есть туда могут откладываться соли кальция. То есть, например, бывает такое, что приходят дети, приносят их родители, этим детям уже месяц или даже два, и на голове кефалогематома, но она уже твердая. То есть при помощи простой аспирации, то есть удаления при помощи шприца, это уже не получится сделать, это операция. Вот. Хотя можно даже и при наличии обызвестления прибегнуть к выжидательной тактике. Понятно. Вот. Смысл в том, что пугаться этого не следует. Понятно, что мама после родов, она измучена, да, родами, она нервничает, потому что в первые дни происходит буквально переворот всей ее жизни, а тут еще это кефалогематома, да, и мама... И каждая бабушка спрашивает, а что это у нас такое? А что же ты так рожала? Да, мама начинает корить себя, начинает корить врачей, да, но на самом деле тут нет нищей вины, да. Вопросы, ребята? Многих моих подруг вот ребенок беспокойный, дети беспокойные, обращаются к педиатру, педиатр ничего не находит и вспоминают о том, что при рождении ребенку кефалогематому удаляли и при этом направляют к нейрохирургу, вот все-таки вам же удаляли, обратитесь к нейрохирургу, может быть, то есть могут быть ли какие-то последствия из-за удаления все-таки? Ответ однозначный, нет. Вот повезло педиатру, что была кефалогематома. Да, есть на кого списать. Теперь всю жизнь во всем она будет виновата. Вот у тебя была моя дорогая неровная голова, поэтому ты такая вредная. Все правильно. Все. Главное просто, когда ребенок беспокойный, то надо, наверное, прежде всего подумать, а как вы за ним смотрите, а почему это он орет. Поэтому в школу доктора Комаровского программа называется «Причины плача». Тем не менее, Надежна Анатонна, у нас к детским нейрохирургам вопросы еще не закончились, поэтому вы должны пообещать, что встретитесь с нами еще раз. Хорошо? Я обещаю. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, дорогие друзья, пришло время нашей любимой рубрики «Магазин» с нашим отцом-избирателем-испытателем отправляемся выбирать замечательные товары. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Юра. Люся очень любит сидеть у меня на руках. Подскажи, как мне освободить руки для обычной бытовой работы либо для прогулок? Я знаю, что есть разные переноски, кенгурушки, рюкзаки. Как разобраться и как выбрать? В принципе, их можно разделить на таких две группы. Это слинги и рюкзаки. Один из представителей слингов, это слинг на кольцах. Фактически, это отрез ткани. Одеваем через голову на одно плечо. Что могу сказать? Я могу нормально орудовать руками? Нет, не можешь. Только одной. Обязательно фиксируем, придерживаем, конечно, Люсю одной рукой. Впоследствии, когда малыш будет расти, то ты сможешь Люсю и посадить лицом к себе, и лицом от себя, и на бедро. Это практически одним движением. Следующий слинг, который я тебе хочу показать, это май-слинг. Конструкция, как ты видишь, очень отличается от предыдущей. Она безумно отличается. В чем же суть? Завязываем мы его как фартуш. Берем Люсю, прижимаем ее к себе. Витягиваем. Вот так. Ножками Люся будет обнимать тебя. И подножку. Хорошо, что Люся у нас очень спокойный ребенок. Пока Люся еще маленькая, будем ей поддерживать головку таким образом. Когда Люся подрастет, то можно вот этот капюшончик просто спрятать вот в такой незаметный кармашек. В этом слинге есть возможность посадить Люсю лицом к тебе. Вот так вот. Да. На боку, на бедре, либо за спиной. Три положения. Ну, и две руки у меня абсолютно свободны. Вот в данном случае, конечно, абсолютно свободны две руки и абсолютная фиксация и поддержка Люси. Мы мобильны, нам удобно, и руки свободны для любого действия. Главное, контакт с родителями, если с мамой, вообще идеально. Рюкзаки также можно разделить на два типа. Эргономический рюкзак, это, собственно, вот этот и вот этот. И рюкзак-кенгурушка. На первый взгляд, в принципе, можно подумать, что ничем они не отличаются. И на второй тоже. На самом деле, отличие кардинальное. Эргономичный рюкзак. Угу. У него конструкция очень напоминает Майслинг. Ну, в принципе, да. То есть, фактически, функции у него те же, только более упрощенный вариант в действии. Такой прорыв техники. Да. Широкий пояс, который снимает напряжение с поясничной зоны у родителей. Широкие лямки, что очень важно. Дополнительная фиксация, что заменяет перекрест в Майслинге, да, и тем самым дополнительная безопасность ребенка, чтобы ни в коем случае не выпал. Дышащие ткани, и естественное положение ребенка. Широко раздвинутая лягушачья поза, широко раздвинутые ножки. Что же касаемо рюкзака кенгурушки. Ну, я вижу, что здесь есть определенный каркас. Здесь я его сейчас открою. Слушай, какая-то низи черепашка. Да. Сразу бросается в глаза, что здесь есть разделительная стенка между телом мамы и ребенка. Да. И, собственно, в рюкзаке кенгурушки ребенок будет сидеть, ножки не будут раздвинуты. Ребенок сидит. Соответственно, вся нагрузка здесь идет на промежность нашей Люси. Что они есть, как бы верно. Поэтому лучше, пока Люся не начнет сидеть, в такой рюкзак ее не сажать. Итак, Маша, из нашего разговора я понял, что для Люси мне подойдет слинг, майслинг или эрго-рюкзак. Поскольку в намотке я не силен, я выберу один из эрго-рюкзаков. Я говорю тебе спасибо. Пожалуйста, Юр. И передаю слово доктору Комаровскому. Итак, кому все это надо? Конечно, вам. Прежде всего, понятно, что вот так вот перемещаться с ребенком не очень удобно. Мы как-то уже обсуждали тему слингов и так далее. И давайте напомним нашим зрителям самое главное. Самое главное. Все сделано для того, чтобы было удобно родителя. Когда мама на хозяйстве, а папа на работе, и маме надо сходить с ребенком в поликлинику, то мы все прекрасно понимаем, что вынести коляску из дома, залезть с коляской в городской транспорт практически невозможно. Ну, это просто приравнивается к подвигу. Поэтому сплошь рядом папа просто на день похода в поликлинику берет что? Выходной. С почетного пути нет просто, да? Оказывается, можно не брать выходной, а просто научиться правильно носить ребенка. Потому что в этих устройствах перемещаться в городском транспорте очень удобно. Опять-таки, сейчас постоять с ребенком на руках часик в очереди в поликлинике тоже достаточно сложно. То есть эти устройства серьезно облегчают маму на жизнь. И еще, что позволяют эти устройства, это я проверил на своих внуках, это позволяет здорово путешествовать. Вот с таким рюкзаком усадив ребенка, пройтись по лесу 5-10-15 километров, когда он сидит, смотрит, не мешает. То есть когда ребенок остается с родителями постоянно. Он не является преградой для путешествий. Это просто здорово. Единственное, что я от вас всех прошу. Ребята, первое, вы должны обязательно порепетировать с какой-нибудь вот такой иллюзией. Потому что, когда вы сразу начнете туда запихивать детеныша, вот мое сердце будет не на месте. Понимаете? Пожалуйста, репетируйте всей семьей. Мама на папе, папа на маме. Засовывайте туда кукол. Пробуйте. Это должно быть реально удобно. Вообще, я хочу сказать, что когда женщины смотрят очень часто на вот эти все слинги и так далее, иногда кажется, что это так сложно, так непонятно, столько веревочек. Но на самом деле все достаточно просто, но однозначно требуют тренировки. Понятно? И не забывайте, пожалуйста, эти штуки стирать хотя бы иногда. Это тоже надо делать. Запомнили? Прекрасно. Вопросы? Скажите, пожалуйста, у нас ребенок часто засыпал в рюкзаке, именно в рюкзаке. Это нормально? Это говорит о том, что ему в нем было чрезвычайно комфортно. Это говорит о том, что вашему ребенку этот рюкзак прекрасно подходил. С чем я вас и поздравляю. Спасибо, замечательно. Это, то есть, для здоровья никакого вреда это нормально? Нет, ну вы сами прекрасно понимаете, что шансов на то, что если ребенок что-то давит, что-то трет, как-то мешает, что он будет спать в этой ситуации, ну практически нет. Вы как раз классический человек, который, ну вот это особенность наших родителей, когда им очень сильно везет, они все равно это воспринимают как повод опасаться. Я вас поздравляю, это нормально. Спасибо. Да, конечно. Уважаемый доктор, скажите, пожалуйста, вот кенгурушка не создает давление на половые органы мальчика? Вы знаете, иногда создает, особенно когда ребенок сидит, вот ноги в разные стороны, и мама наклоняется вперед. Вот тогда да. А если он сидит сзади, лицом назад, и вы наклонитесь вперед. В такой ситуации ничего не произойдет. Но тем не менее, об этом надо думать, чтобы ему было удобно. Конечно же, это надо учитывать, вне всякого сомнения. Да, еще вопрос? Спасибо большое. Главное, что мы должны с вами знать, что если издавление создает, он не спит. Это точно. Доктор, скажите, пожалуйста, а на что обратить внимание при выборе рюкзачка? Вы знаете, самый, с моей точки зрения, принципиальный момент, это все-таки надо учитывать возраст ребенка. Вот на это надо обращать внимание. Если ребенок уже самостоятельно сидит, то практически для нас главная безопасность, чтобы он оттуда не выпал. Это фактически самое главное. А вот когда мы засовываем в рюкзачок или в кенгурушку ребенка, который еще не сидит, мы должны быть уверены в том, что не создается вертикальная нагрузка на позвоночник. То есть, что ребенок не упирается промежностью, всем весом, а что он фиксирован, прижимается к телу мамы или папы. Вот на это обращать надо самое пристальное внимание. То есть, поэтому я настоятельно рекомендую вам все-таки длительные походы тогда, когда он уже ходит. Тогда ему не вредно долго сидеть. Понимаете? Или еще очень хороший критерий, что это безопасно, когда он быстро ползает. Вот если он быстро ползает, значит, у него уже окрепшие мышцы спины, и для него все эти устройства совершенно безопасны. Я фиксирую внимание. Иногда люди говорят, а для чего он, если мы уже ходим? Они-то, может быть, и ходят, но не могут угнаться за мамой с папой. Поэтому иногда это просто надо иметь с собой. Он устал, его туда посадили, но родители не страдают. И что еще очень важно? Вот мы все время спрашиваем, а это ему не вредно? А мы ему там ничего не жмет? А как его спинка? А сколько можно ему? А почему никто не спрашивает? А каково маме? На руках с ребенком и наклоненной вперед. Это же самое опасное для спины. Понимаете? И вот поэтому вот эти устройства, они придуманы для того, чтобы мама была здоровенькая и потратила свое здоровье не только на ребенка, но и на папу, что тоже очень важно. Да, еще вопрос. Я хотела бы спросить. Моему ребенку год и восемь. Мы до сих пор любим перемещаться иногда в эрго-рюкзаке. Существует ли какой-то максимальный возраст, после которого желательно ребенка уже... Это вообще на самом деле проблема вашей семьи. Если ваша семья, туристы, например, да и пятилетний ребенок устал, вы можете просто сделать привал, но ваш папа-герой может положить его и пойти дальше. Это совершенно нормально. Поймите, рюкзак – это переноска ребенка для того, чтобы было удобно жить в семье. Поэтому никто не может влазить в образ жизни вашей семьи. Ваша семья – туристы, с чем я вас и поздравляю. Да можете хоть десятилетия. Вообще, если в большой рюкзак папа посадит маму, тоже будет нормально. Никаких проблем. В общем, ребят, уверен, вы сделали правильные выводы. Кому и для чего все это надо, уверен, нам всем точно надо. Поэтому продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ненадолго отвлекшиеся папы и деды бегом к телевизору, потому что пришло время нашей замечательной рубрики «Папа на кухне». Папа и ребенок не только на прогулке, но и на кухне. И вполне реальный вариант мастер-класса от Папы Олега. Здравствуйте, отцы. Поехали, мы готовим папу. Сегодня мы с моим сыном Сашей приготовим апельсиновую капусту. Итак, для этого блюда берем два апельсина и начинаем их катать. Давай, катай. Мы катаем, нам нужен апельсин, нам нужен апельсиновый сок. Но перед этим мне нужно немножечко цедры апельсина, шкурки. Мы срежем ее вот так. И вот так. Нам вот этого будет вполне достаточно. Зажигаю газ на средний огонь. Добавляю. Сейчас исправлю. Добавляю. Сейчас добавлю воды. Посмотри, папа сколько долил. Долил 100 миллилитров воды. А потом исправит колесо. Вот так. Смотри как. Оп. Мы нарезаем очень меленько шкурки апельсина. Разрезаем апельсин пополам. Я режу пиццу. Режь. Покажи, как ты режешь пиццу. Здесь у меня вот такая штучка с сеточкой, чтобы семечки не попали. И я выдавливаю наш апельсин. Добавляем апельсиновый сок выжатый. Добавляем четверть чайной ложки корицы, четверть чайной ложки смеси перцев и чайную ложку куркумы. Теперь чуть лимонного сока, соль. Беру соцветие цветной капусты, опускаю в нашу смесь. Беру одну морковь, нарезаю вот такими кругляшками и варю до полной готовности овощей. Прошло 10 минут. Я добавляю мед. достаю капусту из сотейника. Посмотрите, куркума дала какой цвет. Вместо куркумы вы можете использовать и шафран. Наша капуста готова. давай вместе скажем. Пятного аппетита! Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в ютубе. Дорогие друзья, спасибо.